Маленькая удивительная планета Земля. Наш драгоценный дом. И пресная вода здесь – один из ценнейших ресурсов, которым мы располагаем. Многие страны уже столкнулись с ее недостатком, поэтому человечество вынуждено постоянно искать новые источники. Возможно, недавно нам все же удалось обнаружить решение, но оно лежит глубоко на дне океана. Запасы пресной воды под океанским дном обнаружили еще в 70-е. Ученые, исследующие морское дно, сканировали пространство под ним и случайно наткнулись на камеры, содержавшие воду с низкой соленостью. Конечно, воду нельзя было назвать питьевой, но уровень соли в ней был как минимум в два раза ниже, чем в окружавшей ее океанской. Однако в то время резервуары показались ученым просто любопытным явлением. Их объемы и протяженность не были изучены, хотя, судя по проводившимся измерениям, карманы не были слишком велики. И в результате следующие 40 лет вопрос оставался открытым. Интерес к этой теме вновь проснулся в 2015-м, когда группа исследователей под руководством морского геолога Хлои Густавсон решила измерить один из резервуаров, расположенный у побережья США. С помощью электромагнитных волн ученые попытались выяснить, сколько пресной воды скрыто под морским дном. Соленая вода является лучшим проводником электричества, чем пресная. Этот метод позволяет определить соленость воды по ее реакции. И результат оказался невероятным. Выяснилось, что камера, которая изначально казалась небольшой и изолированной, протянулась на километры под океанским дном вдоль восточного побережья США. Ученые подсчитали, что она имеет диаметр около 350 километров, простираясь от Делавера на юге до Массачусетса на севере. Более того, доктор Густавсон отмечает, что результаты не окончательны. Электромагнитный анализ — неточная технология. Волны могли не достичь дна резервуара. Что ж, еще одно поразительное предположение — резервуар может быть в разы больше и глубже, чем установили ученые. Но и сегодня его размер сравнивают с крупнейшими пресными водоемами. Вот так карман на дне океана. Есть еще кое-что. Доктор Густавсон и ее коллеги уверены, что резервуар у Атлантического побережья не единственный в своем роде. Другие могут существовать и, скорее всего, существуют в других уголках планеты. Их еще предстоит обнаружить. Вспомним, что сотни тысяч лет назад наша планета была покрыта льдом. Этот этап истории Земли известен нам как ледниковый период. Время шло, температура росла и лед начал таять. В этот момент пресная вода, или ее ближайший аналог, стала отовсюду сочиться, заполняя каждую трещинку и впадинку, которую только могла найти. Океаны в привычном для нас виде уже существовали, поэтому многие потоки воды устремились в них. Другая их часть скрылась под поверхностью Земли. Конечно же, нам давно известны источники подземных вод. Но это открытие может стать революционным по ряду причин. В настоящее время не имеет смысла добывать пресную воду из резервуаров на дне океана, но если мы почувствуем ее острую нехватку, то сможем без труда ее устранить. К тому же это открытие поможет странам, в которых питьевая вода – наиболее ценный ресурс. Например, государством Африки и Ближнего Востока. Как мы уже говорили, ученые надеются, что резервуары, как у побережья США, можно встретить и в других уголках земного шара. А если один из них скрыт под прибрежными водами, к примеру, Африки, он сможет спасти жизни миллионов людей. Но не будем загадывать. Ведь эти источники воды не совсем пригодны для питья. Уровень соли в них или ее соленость составляет одну промилле. Анализ резервуара показал, что вода у побережья практически пресная. Ее соленость примерно 3 промилле. Но ближе к центру океана показатель растет, достигая 15 промилле. Тем не менее, даже эти показатели в два раза ниже, чем у океанской воды. Потому источником определенно стоит воспользоваться. Но если мы не можем пить эту воду, как еще ее можно использовать? И стоит ли вообще делать? Не забывайте, что мы живем в эпоху технологий и различных научных открытий. Ученые уже обнаружили способ избавить воду от соли. Вовсю работают опреснительные станции и результаты их труда используют во всем мире. Из морской воды путем экстракции соли получают пресную, которая затем превращается в питьевую воду. Крупнейшая станция опреснения расположена в Саудовской Аравии. В стране очень мало воды, но много полезных ископаемых, питающих станцию. Поэтому она производит примерно пятую часть всей опресненной воды в мире. Но главный недостаток опреснительных станций заключается в том, что они создают множество экологических проблем. Установки потребляют много энергии, источником которой часто является ископаемое топливо. Это невозобновляемый источник энергии, вредный для окружающей среды. Но и это еще не все. Нужно понимать, что соль из опресненной воды должна куда-то уходить. Из миллиона литров морской воды лишь половина становится пресной, пригодной в пищу. Остальное утилизируется. Эта вода имеет такую соленость, что жизнь в ней невозможна. Отходы сбрасываются в океан, медленно, но верно повышая его соленость. Учитывая, что сейчас в мире более 20 тысяч опреснительных станций, представьте, какой вред они наносят биосфере океана. Экологи говорят о том, что опреснение океанской воды уже могло стать причиной исчезновения некоторых видов животных и растений. Процесс продолжится, если мы не задумаемся о последствиях. Вдобавок ко всему ситуацию усугубляют парниковые газы, выделяемые станциями. Доктор Майкл Кипарски из Калифорнийского университета в Беркли утверждает, что наши действия, возможно, могут создать своего рода порочный круг. Если мы будем использовать опреснительные станции в том виде, в каком они существуют сегодня, они продолжат выделять парниковые газы, разогревая климат на планете. В жару нам потребуется больше питьевой воды, а значит придется опреснить больше океанской. Понимаете связь? Поэтому для нас так важны эти подземные источники. Их значимость очень велика. Обнаружив нетронутые запасы практически пресной воды, нам не придется перерабатывать такое количество океанской. И даже сегодня многие страны, в том числе и США, серьезно зависят от своих подземных водных источников. Возьмем, к примеру, Великий Аквифер О'Галала, питающий сразу 8 американских штатов. Нетрудно понять, как важен для страны будет новый источник аналогичного размера. И, наконец, есть еще кое-что важное, что стоит знать об этом новом резервуаре. Как я уже говорил, он появился в результате таяния льдов в конце ледникового периода. Но последние исследования доказали, что резервуар также питают наземные источники – реки, ручьи и дождевая вода. Это значит, что со времен ледникового периода резервуар постоянно расширяется. Он продолжает увеличиваться и сейчас, пока вы смотрите видео. Для человечества это очень значимое открытие. И важнее всего то, что оно дарит нам новую надежду на выживание. Я уже говорил, что опреснение воды требует огромного количества ресурсов и в процессе выделяется много отходов. За него приходится платить очень высокую цену. Воду, добытую из морского дна, тоже необходимо будет опреснить. Но это обойдется нам куда дешевле. Мы получим меньше источных соленых вод и потратим меньше энергии. Стоит ли говорить, что наша планета вздохнет с облегчением? Вода в резервуарах, расположенных на мелководье под океанским дном, уже в достаточной степени пресная. Она становится соленой и непригодной для питья по мере того, как отдаляется от берега. Поэтому, если люди когда-нибудь начнут добывать воду в прибрежных регионах, опреснение и вовсе не потребуется. Выражусь понятнее, у человечества есть огромный запас питьевой воды прямо под ногами. Однако, чтобы добыть ее, придется все же намочить ножки. Конечно, пока нет потребности в том, чтобы начать использовать Атлантический резервуар. Ведь на востоке США нет проблем с водой. Однако исследования продолжаются, и ученые уверены, что смогут обнаружить другие водоносные горизонты. Исследователи из Австралии, к примеру, надеются найти подобный под собственным континентом. Такая находка существенно помогла бы стране, состоящей в основном из засушливых пустынь. А как вы думаете, стоит ли начать использовать новый источник воды сейчас или сохранить его на будущее? Расскажите в комментариях. Если вам удалось узнать сегодня что-то новое, поставьте лайк этому видео и отправьте его друзьям. Но не спешите поглощать H2O. У нас здесь 2000 видео для вас. Все, что нужно сделать, это выбрать левое или правое, нажать на него и наслаждаться. Оставайтесь на яркой стороне жизни вместе с Admi.